С 27 июля по 2 августа вооруженными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения. Воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений вооруженной силы Украины и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки ОССЕВЕР нанесли поражение живой силе и техники механизированной, штурмовой, мотопехотной, десантно-штурмовой, пехотной бригад вооруженной силы Украины, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и бригады национальной гвардии. Отразили 27 контратак противника. Потери вооруженной силы Украины за неделю на данном направлении составили до 1755 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе кирпит турецкого производства и две бронемашины ХАМВИ производства США, 12 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, из них 5 гаубиц и самоходных артиллерийских установок западного производства. Кроме того, уничтожены шесть полевых складов боеприпасов противника. Подразделения группировки ВОЗЗАПА заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием трех механизированных и штурмовой бригад вооруженной силы Украины, трех бригад территориальной обороны, а также националистам бригады АЗОП. Отразили 12 контратак штурмовых групп противников. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3605 военнослужащих, пять танков, восемь боевых бронированных машин, 66 автомобилей, 41 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 самоходных артиллерийских установок и гаубиц западного и украинского производства. Также уничтожены 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 22 полевых склада боеприпасов. В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десанто-штурмовых, двух аэромобильных, штурмовой бригады вооруженной силы Украины. Отражены пять контратак противников. Потери вооруженной силы Украины за неделю на данном направлении составили до 4 тысяч 20 военнослужащих, два танка, в том числе леопард производства ФРГ, 10 боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 производства США, 19 автомобилей, 68 орудий полевой артиллерии, из них 33 западного производства. Уничтожили девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения группировки войск центр активными действиями освободили населенные пункты Лозавадская, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинская ДНР. Кроме того, нанесли поражение формированием танковой, четырех механизированных, егерской, воздушно-десантной и десанто-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, трех бригад территориальной обороны и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. За неделю отражены 43 контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период времени на данном направлении составили до 2 тысяч 635 военнослужащих. Четыре танка, 9 боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты «Брэдли» и бронетранспортер «М113» производства США, 25 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и две универсальные пусковые установки реактивной системы залпового огня «М270» МЛРС производства США. Подразделения группировки «Войск Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных мотопехотных бригад Вооруженных сил Украины, четырех бригад территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. Противник потерял за неделю на данном направлении до 905 военнослужащих, танк, 6 боевых бронированных машин, 44 автомобиля, 20 орудий полевой артиллерии. Подразделениями группировки «Войск Днепр» нанесено поражение формированием двух механизированных, пехотный, горно-штурмовый бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны. Общие потери противника за неделю на данном направлении составили до 650 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронемашины «Макс Про» и «Хамви» производства США, 31 автомобиль, 14 орудий полевой артиллерии, из них 7 «Гаубиц М-777» производства США. Уничтожено 6 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 9 полевых складов с боеприпасами. Операционно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Уничтожены 3 пусковые установки и радиоакционная станция из нитракетного комплекса «Патриот» производства США, а также 3 радиоакционные станции воздушной разведки «Марс-Л», «АТСР-33С» и «Скала-М». Средствами противовоздушной обороны за указанный период сбитый истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. Управляемая ракета большой дальности «Нептун», 7 оперативно-тактических ракет «Атакам» с производства США, 4 управляемые авиабомбы «Хаммер» производства Франции, 2 зенитные управляемые ракеты «ЗРК Патриот», 47 реактивных снарядов «Хаммер» с производства США и 375 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих, из них 33 в зоне ответственности группировки «Войц-центр». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены специальной военной автомобильной техники. Продолжение следует...